Советский районный суд Казани сегодня рассматривает дело Игоря Кудрявцева. Мужчина обвиняется в краже в особо крупном размере. По версии государственного обвинения, он причастен к уничтожению ретро-автомобиля Mercedes Pullman 1937 года выпуска, стоимость которого, по ряду оценок, превышает полтора миллиона евро. Подробности у Альбина Солгораевой. Вы все, и ваши дети, и мои дети уже больше никогда не увидят такой экземпляр автомобиля, ни в одном музее мира. Это был настоящий черный день для Камиля Шайдарова. В конце апреля прошлого года коллекционер раритетных автомобилей потерял свою главную жемчужину. Mercedes Pullman 1937 года выпуска. Эти машины делали поштучно для высшего руководства вермахта. Хозяин машины, услышав грохот возле своего гаража, решил проверить, в чем же дело. Пошел, перелез через забор, через все, прихожу. Двое молодых людей разбирают запорожец. Я говорю, вы что делаете? Это же машина ретро. Для чего приедем? Вот мы тут разбираем и дадим на металлом. Оказалось, что в тот день неизвестные молодые люди распилили и то, что Камиль считал жемчужиной своей коллекции. Их, конечно, сначала задержали, но потом отпустили. По делу они проходят свидетелями. Как считает обвинение, инициатором этого действия стал Игорь Кудрявцев, которому впоследствии предъявили обвинение по статье кража в особо крупном размере. Весной 2017 года, действуя из карстных побуждений, путем подбора ключа незаконно проник в гараж, откуда тайно похитил ретро-автомобиль марки «Мерседес Пульман» 1937 года выпуска, после чего Кудрявцев с места совершения преступления с похищенным имуществом скрылся, распорядившись им по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему значительный материальный ущерб в особо крупном размере. Сегодня на судебном заседании допрашивали подсудимого. Однако суд по ходатайству адвоката обвиняемого снимать процесс запретил. Сам же потерпевший заявил, что не подал никаких исков, так как уже не ждет компенсации от обвиняемого. Говорит, стоимость автомобиля он вряд ли сможет возместить. Тем более, что экспонат для потерпевшего был практически бесценен. Возможно, таких автомобилей в мире больше нет.